Здарова народ, с вами Варчик. Рубрика «Сыграл красиво» продолжается, она не останавливалась. Присылайте реплейчики в группу ВКонтакте, там есть специальная новость. И если вы сыграли красиво, на мой взгляд, это бой, в принципе, в котором вы сделали все правильно, хорошо, достойно, на разных танках, с разным геймплеем, что-то показали, как нужно правильно реализовывать различные танчики с разными стилями игры, показали это, мне есть что рассказать в бою, бой содержательный, тогда вы, скорее всего, попадете в эту рубрику. Если же вы этого не сделали, то, ну, нет. Начнет судьба. И все, кто попали, получают по 500 голды. Подарком я покупаю за свои бабосики в магазине картошечки и высылаю вам подарочком со своего основного аккаунта. Итак, 268, ПТ-10, советская, перевал. Перевал с респа, который считается похуже. Мы в начале боя блайндом стрельнули в ЛТ-шку, лампочка загорелась, значит, там кто-то был, значит, кто-то нас видел. Мы стреляем с левой стороны, там, чаще всего ЛТ-шки тусуются, и снаряд попал в кого-то. Поскольку он не упал об землю, искр не было, значит, в кого-то мы попали. Также на перекатке у нас еще ФВ-шка проезжала, и снаряд там где-то черкнул, там, в самые последние пиксели, залетело, и мы нанесли ему урон. Едем налево, эта перекатка считается опасной, намного хуже, чем у другого респа, которую мы сейчас проехали. Но мы ее проезжали намного позже, уже две ЛТ-шки у врагов отправились сливать следующий бой, поэтому безопасно можно переехать. Мы переезжаем, то есть, начало боя довольно-таки активное, мы приехали на поворот, постреляли, все как надо. Обычно активные игроки так и делают, но при этом мы играем на чем? Не на СТ, не на ТТ, мы играем на ПТ. И сделали неплохие пару отстрелов по перекатке вражеской, все очень хорошо. И дальше мы не стоим, мы едем налево, и видим, что слева есть враги, союзники, занимаем сзади кустики, и ждем, когда слева кто-то вылезет. Здесь очень часто вылазят враги, и если кто-то здесь покажется, мы ему пропишем на 855. Половину ХП ТВП мы откусили, он уже не особо бодрый, еще получает выстрел 230 ХП, ну и уже, в принципе, практически отправился в следующую каточку. Итак, неплохой бой, мы активно участвуем в бою, не стоим на базе. И такой бой хочется показать и рассказать, поскольку человек показывает, что вот на ПТ можно сыграть активно. Нужно участвовать в бою на всех танках, на которых вы вот играете, на любом классе техники, нужно так или иначе пытаться пробовать участвовать в бою. Да, мы не можем приехать прямо в ближний бой, прямо впритык постреляться, у нас нет башни, нам неудобно, плохие углы горизонтальной наводки, и нас просто там убьют. Но так или иначе, мы все равно приехали на средней дистанции перестреливаться, так, чтобы мы могли зацелить какой-то выезд и дать врагу люлей, когда он вылазит. Вот чем нужно заниматься на таких ПТшках. Да, бывают, конечно, открытые карты, там мы можем спокойно покемперить. Но там тоже нужно ездить, занимать позиции, что-то делать в бою. Вот мы зацелили этот проезд, постреляли туда. Все, в нем больше ничего происходить не будет. Мы сразу по карте видим, что можно поехать что-нибудь поделать. Видим перекатку по мосту, и сразу же наш герой на нее реагирует. Он выезжает направо, поворачивает, чтобы зацелить выезд моста. То есть он видит карту. Это событие только произошло на карте, и он сразу же на него реагирует. Большинство танкистов на карту смотрят, ну дай бог, пару раз за бой. А человек сразу среагировал, что в начале есть перекатка. То есть у него весь бой построен правильно. И такие бои хочется показать и рассказать. Поскольку человек с самого начала знает, где будет перекатка, откуда в нее стрелять, куда смотреть, где будут первые прострелы, куда можно пострелять в самом начале. Он этим пользуется. Потом видит, что перекатка на нашем респе безопасная. Он по ней переезжает, зацеливает следующий проезд. Потом понимает, что там уже все кончилось. И едет заниматься чем-то еще на карте. Реагирует на проезд по мосту ТВПшек. Посмотрел, как они сюда приехали. Видит, что что-то их давно нет. Видит на мини-карте, что ТВП уже там на леднике. И уже понимает, что надо что-то делать. То есть он все это время смотрел на мини-карту. Только за это я готов ему дать уже 500 голды. Он весь бой следит за боем на ПТшке. И ездит, играет. Сразу реагирует. И игрок молодец. То есть видно, что он играет красиво. Да, у него может быть несуразный танк. И большинство при виде 268 сразу скажут, что там дурачок какой-то, наверное, играет. Но так или иначе, танков много. И на всех на них можно как-то показывать результат. И на 268, да, может быть сверхактивно не сыграешь. Но насколько можно активно сыграть в этом бою, человек пытается, играет. И у него довольно-таки неплохо получается. Здесь мы приехали уже ближе к леднику по мосту. И планируем ехать 60 ТП, заезжать сзади. Потому что Е-50 там с той стороны, с левого фланга. Видимо тоже пытается что-то тут делать. И вдвоем бы они его убили. Но возможно эти быстрые танки, ТВПшки, там еще кто-то вернутся назад. И начнут нас расстреливать с горы. Или еще что-нибудь произойдет. Тем более Е-50 разворачивается и уезжает. Наш герой это видит, что он сейчас едет один в атаку. И он сразу же разворачивается, как только это увидел по мини-карте. То есть, игрок всегда смотрит на мини-карту. Это чудеса. Я давно такого не видел, чтобы мне прислали реплей. И человек всегда видел бой. Прям вообще восхитительно. Я прям в рандоме такого не встретишь. Где вообще такое видано, чтобы человек весь бой видел, что в нем происходит. Это ж надо весь бой на мини-карту смотреть. Я честно скажу, бывают бои, когда почти все время смотришь на мини-карту. А куда еще смотреть? На экран? Что там? Типа, куда ты едешь? Да, блин, по боли мы едем вперед. Что ты тут не видел? А когда много лет играешь в эту игру, то в принципе можно уже с закрытыми глазами ехать. Все равно едешь в одни и те же места, потому что... Да их больше и нет на карте. Два направления на карте. На каждом направлении полтора рабочих мест, позиции. Возвращаемся на базу, поскольку Е50 ехать вперед не захотел. А в принципе уже и союзников почти не осталось. И мы здесь начинаем себе выстраивать гнездо. Будем себе здесь строить из веток шалашики. Будем создавать домашний уют и тепло. Сейчас себе тут понастроим этого гнезда. И будем здесь сидеть. Сейчас через кучу деревьев нас не засветят. И мы будем расстреливать врагов. Причем все тоже будет по красоте здесь. Здесь не будет такого, что чел здесь простоит, его задавят и все. То есть человек тоже понимает, что в углу зажиматься это плохо. Единственный там будет маленький момент, но когда на таком не особо быстром танке играешь, то такие моменты прям на ходу тоже тяжело прочувствовать. И я про него скажу. Сейчас у нас союзник на объект 261 разбился. Ну, видимо, тут такое густое гнездо получилось у нас. Такой уют, что он такой-то не нравится мне этот уют ваш домашний тут в кустах. Пойду я разобьюсь нафиг. Тем более он коричневый, вонючий. Надоело, наверное, вонять 10 минут на арте. И он решил разбиться. Отъезжаем подальше, через кустик в бортину, 60 тп стреляем. Наносим урон. Он, конечно, фулловый, да. Но что он может? Блайндом стрельнуть куда-то, в принципе, да и все. Мы уже зарядились в следующий раз. Вроде бы прицел зеленый, стреляем, но не пробиваем. Он все-таки от башни играет. Арта стреляет ему на 600. И сразу же отправляется в ангар. Тут у нас еще и СТРВ вылазит. Мы ему стреляем тоже в бортик. 874. Нормально. Он уже шотный для нас. От 60 тп на 2 выстрела. Мы не светимся. Зачем-то подъезжаем ближе. Хотя я ближе не подъезжал. Если мы засветимся, конечно, будет плохо. 927 альфа прошла. Чел стреляет очень плохо по указке. Не попадает. Е50. Урон плюс таран забирает 60 тп и умирает от СТРВ. Плюс еще есть в бою арта. Честно говоря, непонятно, зачем Е50 это сделал. У нас слева танк СТРВ шотный. И справа кранваген. И здесь мы остаемся в углу одни, а у нас с двух сторон два врага. Нам нужно поехать кого-то убить. Наш герой выбирает кранвагена. Он шотный. В принципе, СТРВ был шотный. Но кранваген барабан. То есть нам нужно поехать кого-то убить. Он раздает нам барабан. Играет от башни. Нам некуда стрелять. Мы подъезжаем в упор и убиваем его в корпус. Здесь отъезжаем назад. И вот этот момент я не понял. А зачем выезжать сюда на середину? Арта уже вроде только что по звуку стрельнула и не попала, кажется. Насколько я понял. Зачем делать вот этот вот маневр вперед, если мы даем пространство СТРВ, чтобы нас объезжать? Мы могли наоборот повыше забраться, чтобы он нас не мог объехать. Или уже ехать до самого конца и разворачиваться, чтобы он не мог нас объехать вокруг. Он все-таки быстрее нас. Но он на СТРВ все-таки играет. Это не СТшка. Но зачем мы сделали такой маневр вперед? Было очевидно, что он будет объезжать вокруг нас и будет делать это быстрее, чем мы крутимся. Но он не переходит в осадный режим. Стреляет с походного. Не попадает. Мы разворачиваемся. Ну и начинается вот эта стандартная танцы треугольников. Он зачем-то в нас врезается. Не успевает объехать. И мы его убиваем. Все. Можно было сделать немножко чище. Нам повезло, что на враге ПТшка. Это раз. А второе, он еще немножко странненький. Но в целом мы весь бой провели так, как надо. Мы поехали на начальную перекатку. Отстреляли ее. С хорошей позицией, которой пользуются большинство хороших игроков. После этого, когда наша перекатка стала безопасной, мы переехали. Зацелили следующий проезд. Дали там люлей. Поехали сразу после этого что-то искать по карте. Что-то еще делать, чтобы быть всегда полезным. Хотели ехать в атаку, но уже было поздно. Вернулись на базу. Хорошо встретили врагов. После этого, в конце боя, очень важно не замыкаться в самом углу. Если есть возможность и есть силы у вас в команде, чтобы поехать в одно из направлений. И желательно выбрать то, которое слабее. И забрать его, выиграть. Для того, чтобы развернуться и встречать с другого направления врагов. Так нужно делать всегда. И это всегда приводит к победе. Это идеально по тактике отыгранный бой. Да, кто-то может сказать, что в нем не было чего-то сверх. Но он просто, бой идеальный. А значит красивый. Тем более, может быть, если бы наш герой играл на каком-то другом танке, я бы не снимал бы видос про это. Только потому, что он играет на 268. И сыграл на нем так. Для любого хорошего СТ-вода или ТТ-вода, такой отыгранный бой, это стандартно хороший отыгранный бой. Просто стандартный. Про него нечего снимать бой. Но для ПТ-шки Объект 268, это невероятный бой. И большинство ПТ-водов, которые по 10 лет катаются на Объект 268, должны брать пример с таких боев. Поэтому я снял про него видео, и герой получает 500 голды. С вами был Варчик, играйте красиво. Присылайте репейки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok